Добрейшего тебе времени суток! Сегодня буду ставить HiveOS вот под этот риг. Он у меня раньше стоял, но после переезда, видишь, там всё в коробках. Я потерял куда-то флешку с Hive, но решил заодно ролик записать на эту тему. Значит, захожу HiveOS, нажимаю «Загрузить». Загрузить качается вот такой файл, видишь? В двух словах, почему решил обратно вернуть туда на Hive? Потому что, видишь, что стало происходить, да, если несколько часов работает установка. Вот 12 карт, и видишь, поскольку они дают, они начинают чудить. С чем это связано? А связано это с тем, что на диске не хватает места для файла подкачки. То есть, если бы тут стоял Harbon на 120 гигов, такой проблемы не было. И за счёт того, что он всё место схабал, здесь 33-400, и он не может разогнаться дальше. То есть, если я поставлю больше, скажем, от 36 до 40, будет всё нормально. Но у меня не хватит места. Поэтому я решил вернуть зелёный на Hive и как бы вообще не трогать. Пускай они там кефир качают и качают, как говорится. Для Hive нужен носитель хотя бы на 8 гигов. Я на 8 не нашёл, нашёл на 16, буду ставить на 16. Какая есть, на ту и устанавливаю. Желательно, чтобы флешка была USB 3.0, чтобы всё быстрее работало. После того, как ты скачал архив с программой, с официального сайта вот здесь, да, вот он, тут же на официальном сайте ты чуть-чуть вниз крутишь и заходишь вот по этой ссылке. Я тебе все ссылки приложу в описании, не переживай. И качаешь вот эту прогу, она будет нужна, чтобы записать образ на флешку. Вот она качается, всё скачалось, помещаешь её в один архив, открываешь её. Нажимаем на неё два раза. Она предлагает её установить. Там ещё были варианты без установки, но да фиг с ним я поставлю. Дальше мы выбираем файл с операционной системы. Для этого два раза сюда нажимаем и вставляешь его. Нажимаешь продолжить. И выбираешь носитель, на который записать. У меня вот этот. Нажимаешь продолжить, нажимаешь кнопку старт. Всё. Он что-то там спрашивает, говорит, да, подтверждаю. Пошёл процесс обработки флешки. То есть процесс записи непосредственно Hi-Fi на этот диск. Сейчас время 19.44. Как закончить, покажу по времени тоже, сколько прошло. Так, сейчас 20 часов 14 минут. Всё готово. Осталось закрыть эту программу. Ставить флешку в USB-разъём фермы и перезагрузить, отключив при этом хард. Либо Passat его отключить, либо поставить просто загрузчик с флешки. Перезагрузился и видишь, пошла загрузка Hi-Fi. Он обновляет, обновляет, распаковывает. Вот ещё спустя пару минут он полностью прогрузился. Вот видишь, смотри, он пишет, здесь что-то написать. Это единственное, в принципе, зачем тебе потребуется клавиатура и монитор. После этих там буквально пары записей, RIG можно будет управлять с того же самого телефона или планшета. Заходишь в личный кабинет. Вот здесь жмёшь SIGIN. Я уже нажал. И здесь жмёшь кнопку регистрации. Я уже зарегистрирован. Этот момент я пропущу, потому что как бы там всё элементарно. Вводишь свой логин, пароль, вводишь цифры, которые здесь. И нажимаешь зайти. Нам нужно скоординировать RIG с личным кабинетом. Для этого нажимаем кнопку. Вот тут, видишь, RIG. Вот тут кнопка новый RIG. Он тебя спрашивает название RIG. Тут пишет, какое по кайфу. Я пишу, например, вот так. Количество карт. Сколько у тебя карт? То есть если 4, пишешь 4. Если 6, 6, 8, 8. У меня 12. Description пишешь. Это как бы ориентир для себя. И пишешь любой пароль, который тебе по кайфу. 6 символов хочет. Ну и теперь, чтобы соединиться с этим RIG. Вот видишь, вот тут ID есть. Ты берёшь вот этот ID и вводишь туда в установку. Сейчас покажу, куда. То есть вот сюда вот ты вводишь, видишь, RIG ID. Нажимаешь Enter. И вводишь пароль, который мы писали несколько секунд назад. Всё, видишь, он её инициализировал. И пошёл пробный запах. Теперь надо задать кошелёк для RIG, чтобы он понимал, что и как майнить. Так, дальше нам надо создать кошелёк и подключиться к пулу, чтобы фирма могла майнить. Для этого нажимаем, вот тут, видишь, кнопка валит в правом верхнем углу. Нажимаю её. И здесь нажимаешь New Wallet, то есть новый кошелёк. Сюда вбиваешь имя RIG, сюда вбиваешь адрес эфир кошелька. Если ты эфир майнишь, да, я на эфире буду показывать. Сюда вводишь e-mail свой для того, чтобы уведомления приходили. И сюда вбиваешь пул. Я сейчас тебе на готовом примере покажу, чтобы ты уже понимал. То есть приблизительно как-то вот так это будет выглядеть. Видишь, здесь вводишь имя своего RIG, здесь вот кошелёк под эфир. Тут e-mail и тут, соответственно, пул, на котором ты майнишь. Но я тебе как чайник чайнику объяснил. Я думаю, ты разберёшь и уже как следует, потом научишь меня, как там точно надо правильно всё это вводить. Я ввожу вот так, у меня, по крайней мере, всё работает. Для того, чтобы запустить, выходим из кошелька. Нажимаем RIG, заходим, вот он, вот этот RIG новый. Тут выбираем валет, вот этот, который там был, который ты только что создавал в закладке валет. Вот тут вот. То есть осталось что сделать? Осталось нажать ракету. Пишешь ракета. Нажимаем на ракету, пошла загрузка. Всё. Видишь, пошли хэши, сейчас обновится. Единственное, что надо сделать, надо задать обязательно тут настройки. По тот же эфир. Для этого вот здесь вот я нажимаю. Память здесь, кстати, память здесь имею в виду X2. То есть, если ты на винде пишешь 950, то тут 1900, да? Если ты на винде пишешь 800, то тут 1600. Значит, я пишу вот так примерно 1700, Core Clock я не трогаю, вентилятор я тоже не трогаю, пускай автоматически крутится. И Power Limit я задам 65. Нажимаю применить. И вот, видишь, сохранились настройки. 1700 память, Power Limit 65. Можно вот так нажать, обновить монитор. Соответственно, какие плюсы хэва, да? Плюсы хэва, то что автоматически ты один раз подключил, всё, тебе уже монитор, тебе не нужен. Клавиатура тебе не нужна, мышка тебе не нужна. Есть мобильный телефон, подключился с мобильного. Есть планшет с планшета, соответственно, есть компьютер. Компьютер с чего угодно, ты можешь подключиться из любой точки мира. Также, если у тебя хэв, соответственно, зависит, он автоматически у тебя сам перезагружается. Это плюс, это хороший плюс. По сравнению с виндой, очень сильный плюс, да, то, почему я переставил. То, что там, чтобы 12 карт подключить, вот, видишь, 12 количества штук, там нужно иметь жёсткий диск на 120 гигабайт, а здесь достаточно флешки на 8. Все зелёные должны быть в моём понимании уже давным-давно на хэве, это моё мнение. Вот, что касаемо красных карт, мне кажется, пока, ну, я последний раз хэв так активно смотрел, это месяца полтора назад, да, под красные карты он ещё не готов. То есть там надо какие-то до настройки всё-таки делать, на мой взгляд. Да, ну и так же, если у тебя, скажем, здесь 20-30 ригов, если я там создам другой кошелёк с другими настройками пула, то автоматически, буквально в два клика, установка переключится, и с эфира начнёт, например, майнить там TheCash или там Bitcoin Gold, что угодно, что ты выставишь, то и будет майнить. Вот. Единственное, что по новым монетам, которые майняются специфичными майнерами, он пока неудобен, то есть карт надо держать где-то всегда рядом, скажем, если надо помайнить какую-то новую монетку, которая только-только выше. Ну вот и всё, пришлось, правда, перезагрузить. Видите, что дело у меня глючило? Есть то, что на планшете, то и на мониторе. То есть, по сути, монитор вообще теперь не нужен. Но эти карты, знаешь, да, они у меня под ват сдают, дальше не хотят идти. Надо их ещё немножко подразогнать. А так всё, подписывайся на канал, всего доброго, пока-пока.